Эссе Владимира Генина «Отец» Писать об отце трудно, не впадая в пафос и не лукавя. Лишь и то моей памяти слишком крупно. Сохранились лишь обрывки, которые так срослись с его собственными историями, с рассказами других людей, что походят на легенды и мельфы. Как прочно, это всегда и происходит с прошлого. А попытаться все это отбросить, так и рассказать будет не о чем. Все начнет распадаться и сыпаться, урешить и останутся разве что чудеса. Смутные чувства и тревожные запахи. И постоянно меняющееся лицо, ускользающее по прошедшим дожам в неразличимое бесплавецство. Нет в семье, я прочитал Захадеровское. Никакого нет резона у себя, даже от Бизона, так как это жвачное, грубое и мрачное. И почему-то очень полюбил и стишок, и Бизона, которым, разумеется, сразу стал отец. Грубость была для меня просто признаком силы. Я не мог не гордиться, наблюдая, как отец питанически кончует на даче дни. Веселый, полный надежды, энергии. А мрачность. Проступала ли она уже тогда, или я угадал случайно? Дача – самое счастливое время и место в моей жизни. Печка, буржуйка, керосиновая лампа, вода из далекого колодца. Молодые родители, не боящиеся никаких трудностей. Радостное ожидание отца, приезжающего на попутках из Москвы и предыдущего от далекой деревни пешком с тяжелым рюкзаком за плечами. Его мучительные боли в пояснице, из года в год, даже связанные мамой шерстяной собачий пояс не помогает. А потом он поскальзывается на кучи гребен и падает, обрушивая кучу на себя. И ратикулета, как не бывало. А как-то возвращаясь с дачи, он ловит очередную попутку, цистерну с молоком, отказывает тормоза и машина на полном ходу врезается в кучу других стоящих на светофоре машин. Мне об этом расскажут через много лет. Меня берегут и в рот, что отец упал с лестницы. Как будто это что-то меняет. Вот наш сад. Он весь утыкан плодово-выгодными деревьями. И неудомимый и приветственный пизон часами висит на вишне, соперничая с дроздами и собирая кислющие ягоды, из которых мама делает чудесное варенье. А вот отец, у которого наконец-то выходной, героически преодолевая непременно наступающую сонливость, читает вслух толстинные книги от корки до корки. Записки пиквистского клуба, мертвые души, тихий дом для мамы. И еще какие-то, о которых я уже не упомню. Он читает и слушает его так уютно. Литература была его страстью. Поговорка «Когда я емли глухонем» была явно не про нас. В те времена у нас за обедом всегда что-то читалось или обсуждалось. Другой его страстью была музыка. Он узнавал мгновенно любую симфонию, увлеченно пел следом вместе с радио. И голос его вплетался в оркестровую ткань и постепенно брал верх, так что далее мы слышали в основном уже только его интерпретацию. Или он брал карманную партитуру какой-нибудь в Ветховенской симфонии, ставил пластинку и учил меня следить за вступлением. Измежением инструмента, успевая при этом напевать, отстукивать ритм и размахивать руками. Собственно, моя сестра и я, мы стали твоими детьми двух его страстей. А еще было здорово приходить к отцу в цирк. Представления я не любил, разве только клоунов. Гораздо интереснее была жизнь за кулисами. Запахи животных, старинная нога слона, запросто жонглирующие на ходу артисты и комнаты оркестрантов. Де отец резался в шахматы и выигрывал, за что получил от друзей в подарок красивые фигурки из мотового стекла. Он сразу же передалил их мне, поощряя мой интерес к премудрости в игре. И маленькая, тесная, забитая музыкантами, инструментами, минутными пультами, оркестровая площадка, где меня однажды разрешили посидеть и понаблюдать, как мой отец, внимательно следя за ареной, смачно озвучивает каждый удар кирпичом по бедной клоунской голове. И, конечно, излюбленные цирковые сплетни. Кто с кем разругался и разошелся? Кто шлюнулся с тропецей? Кого какая зверюга задрала прямо на арене? И легенда о том, как какой-то выпивок, а все представал моему отцу, чтобы заставить его теряпнуть водки. То ли отец спор, какой проиграл, то ли просто так. Вот мой отец не просто не уважал. Весь его организм сотрасался от одного запаха силухи. В те редкие моменты, когда он по необходимости опрокидывал за столом рюмку, на его лице отражалась такая неповторимая гамма-чу, что жадные до острых ощущений гости замирали в восторге, и для этого смертельного номера не хватало лишь положенной барабанной трубе. А в цирке, чтобы покончить с этим занудным приставалой и не растягивать пытку, отец, озвучив присутствие очевидцев, граненый стакан одним махом, в результате чего снискал слабо-тайного алкоголика. Как-то отец с цирком собрался на долгие три месяца в Африку. К отъезду готовились тщательнее, чем в тюрьме. Мама сушила и вжать была в духовке пищенные сухари из черного хлеба, который в тех краях не водился, и был лучшим подарком всем музыкантам и стасковавшимся по родинам посольским работникам. Провожали всей семьей, сухари было несколько мешков, и запихали их с трудом в государственный компейнер с барабанами. А потом дома, получая письма, следили по карте за его передвижением, где-то там, в совсем нереальном мире. Потом отец был в Африке еще два раза, искоресил кучу городов и стран, и основательно подорвал свое здоровье. Каждый раз возвращался с уймой рассказов про обезьяны, слонов, про гуля бананов и арбузов, про измахивающую жару и бесконечные цирковые представления каждый день на новом месте. Про опасные ночные переезды в горах по узкому серпантину, и про изможденных музыкантов, вынужденных всю дорогу горлони песни, чтобы водитель не уснул за рулем. Про ужасные гостиничные рестораны, и пищу, на приготовление которой лучше было бы не смотреть. Про ползающих ночью по потолку гатов, похожих на морских звезд, которых разгоняли с помощью швабры, и про змей, плюющих прямо в глаза. Про то, как в гостиницах вылетали пробки, когда артисты дружно втыкали в розетки свои гипотильники. И про то, как советских граждан один раз поселили в срочно уплотненном, по всему случаю, портеле. Наибольшей популярностью в шумно-шумных застольях пользовались его истории про самолет. Поднимаясь по трапу до очередного перелета, отец неожиданно для самого себя ткнул пальцем в направлении одного из шасси и пошутил в привычной для него манере, что мне это колесо не нравится. В самолете просидели час, так и не взлетев, потом всех почему-то попросили выйти. Спускаясь по трапу, заметили рабочих, возившихся как раз у того самого колеса. Вспомнили про шутку, и всем стало непосердно. Кто-то донес к случившемуся сопровождавшему группу и биску. Весь обратный полет он уныло приставал к отцу, пытаясь его расколоть на признание, откуда он получил информацию. С тех пор многие очень серьезно относились к шуткам отца и суеверно пытались прервать его на полусловие. Но лучше всего были рассказы о далеких временах. Он не трон без родителей, его воспитателями были такие же, как он, дети. Его товарищи по несчастью, по детскому дому и военно-музыкальной школе. Рассказывая в их судьбах, он всегда удивлялся, для чего ясно было уже тогда, что из кого получится. Ворог горьких и смешных воспоминаний остался у него с той поры. Остались и настоящие друзья. Вся опаска, все его понятия, порядочность и верность и слогу, его равнодушие и всевозможным благом, из того тяжелого и ясного времени. Не подлечить, не шкурничать, не доносить и не унижаться. Держаться вместе и все делить на всех. Простые естественные принципы на всю жизнь. Они были ему не в тягость, хоть и становились все более несовременными. Абсурдность армии, в которой концентрировалась нелепость всей советской системы, сделала из отца правого солдата Шлейка. Со скромной гордостью показывал он мне лист, куда были замесены все его многочисленные отсидки на губе. Причина губ вахты была указана всюду на этаже, за пререкание. Варьировался только срок. Собственно, он все же и делал, что пререкался, неуклонно повышая профессиональный уровень своих проступков. Из его ромнических сценок мне запомнились две. Хоть он и служил в кавалерийской школе имени Буденова, на лошади так ни разу и не сидел. Как-то раз кому-то в штабе пришло в голову, что воспитанники-музыканты должны порадовать москвичей своей игрой. Их решили усадить на лошадей вместе с инструментами. Пусть студентами лопируются. Дальновидный отец, прикинув, какие последствия для неумелого седока может повлить за собой дар по парапану над ухом лошади, на один оказался и заявил, что лучше уж пойдет на губу. Иржор поразмыслил и предложил выгодную стенку – проводить политзанятия. Слышавший ковырном, отец немедленно согласился и так и остался на этом празднике жить небезлошадным зрителям. Ничуть об этом не жалея. Даже без удара по барабану эффект вышел внушительный. Непривычные к чудовищным звукам животные со спугу покрушили все вокруг, раскидав инструменты седоков в разные стороны, и только тубис так и остался висеть в стремени головой вниз вместе с инструментами. В другой сцене, к тому же оркестру воспитанников, выпала священная миссия – встретить генерала Марша и сопровождать его дыло и горцевание вдоль выставленных на плацу войск. Была только одна загвоздка. Генерал потребовал, чтобы в те волнующие мгновения, когда конь по красной погоне будет картинно застывать сатанной ногой, оркестр сразу же бросал марш и дул изо всех сил от фон фа-мажора. Для чего поводу знает. Очередно, генерал обладал особо тонким цветом музыкальным восприятием мира на подобном русском опозитном скряминах. Выполнить приказ оказалось музыкантам не под силу. Духовики чуть не поумирали, когда конь, пудлая тварь, смертным всадником нашей, одезапно окаменел надолго, решая, как дойти опустить гопы. Но чаще всего рассказывал отец про то, как он подговорил двух своих товарищей отнести свою лепту в защиту Родины. И они сбежали из воинской части и дезертировали в направлении фронта. На станции уговорили какого-то старшину, взявившего коров, взять их с собой. Кто пустил их в вагон, казавшись в темноте пустым? Они забрались на сено, заснули. Среди ночи отец просыпается от того, что его кто-то лижет. Шершавым языком эти чертоные тварьками нянут, лижут. Товарищ протянул руку. Это здоровенный бычар оказался, племенной производитель. Они в уголах страха забились и всю ночь так просидели. Утром встали в уколе старшину, чем и предупредил. А он на фронт, собрались, а пока испугались. Ну и припахал их. Для коров и этого быка, которого звали моряк, у старшины-евлея выходила махак. Они достали гону, пролезая на станциях под эшелонами, чистили вагоны, выбрасывая навоз на полном ходу. Когда старшина их на какой-то станции все-таки ссадил, они забрались на платформу с танками и пролежали несколько часов, дугнувшись лицом в снег, чтобы часовой соседний вагон не заметил. Как подозрительных личностей без документов, их могли по законам военного времени без долгих разбирать и слабоста шлепнуть. До фронта им так и не удалось добраться. Их поймали, вернули назад и забирались устроить показательный суд. У моей сестры есть об этом стихи. Когда мой отец, детдомовский мальчишка, убежал на фронт со своим другом, друг был убит в пути. Про него никто не рассказывает. Когда мой отец. Афоризм мой отец начал писать как-то незаметно для всех. Между делом и без отрыва от производства. А когда заметили, было уже поздно. Его известность набирала обороты. Хотя, честно говоря, эти маленькие фразы поначалу мало кто воспринимал серьезно. Ну, помнишь, какая нивида. Шутников много. Отец и сам не верил, что это серьезно. К нивечным мыслям еще долго надо было придираться сквозь шелуху каламбуру. Сначала он бросил цирк. Купил ударную установку. Новую, отливающую чудным красным перламутром, стал играть в ресторанных ансамблях. Чтобы умыться за модой, за молодыми пришлось переучиваться. И он часами занимался дома, странно выворачивая руки и зажимая палочки между двумя пальцами. Большим и указателем. Это была его стихия. Литнгерские, брейки, резкие синкопы. И, конечно, соло в 32 и даже 64 татна, которые он играл полностью выкладываясь, и корча от напряжения, а жуткие рожи. Но здоровье ухудшалось. Тут отец непременно сказал бы, сердце у меня очень хорошее, только больное. И времени на фоезду не хватало. И он принял решение. Кажется, он из Сергея узнал о нем последним. Помню всеобщее волнение и неуверенность. Еще бы главный добытчик, простая, как Моцарт свою, у которой никакую службу, покидает теплая стойла и уходит постичь на теки, не огороженные пастбища. Проклятые искушения стали после себя, что-то не тленные. Но бояться было нечем. К этому времени он уже вовсю уступал с концертами. Но разно гордился, несмотря на сомнения многих эстрадных акул в том, что такие мелкие вообще могут звучать со сцены, а по этому звучали еще как. Сначала по закрытым институтам, потом и в концертных залах от Владивостока до Бреста. С клубом 12 стульевых газет, на телевидении, в передаче вокруг смеха, с рубрами перестройки, журналом «Огонек» и газетой «Московский комсомолец». Пять минуты и два часа. Тесная комната и огромный зал. Ученые, солдаты или генералы, по сути, ему было все равно. Главное, там были люди, восторженные лица, новые знакомства, беседы, истории. По-настоящему были им в жизни интересны. Свет оконченного философского факультета был неглубок, сложный и абстрактное философство не увлекало его совершенно. Будучи неважным психологом, он любил людей доверчивой простодушью. И, как многие очень скольчевые люди, готов был первый протянуть руку после шутки ссоры, не державая никого и ни за что зла. Как-то раз он сказал, знаешь, есть писатели знаменитые, одной единственной строчке. Вот от Орлова осталась только гениальная, его задали в шарзиной. Был он лишь солдат. И прибавил лукава. И надеюсь, после меня останется несколько строчек. Искусство вечно, а жизнь коротка, как афоризм. Еще до отъезда в Германию отца стали реже приглашать на выступление. Времена пришли другие, коммерческая ценность его выступлений, беспошлость и кичи, и подажа стало сомнительным. Настоящие друзья, шумные и веселые застолья, почти исчезли, а служители были ему все нужнее. Они могли бы уберечь от наступающего мрака и дать еще чуть-чуть поиграть у незаменимого в любой компании предстательного рассказчика. Врачи сказали, что он перенес множество микроинсультов. На снимке мозга они показали выгоревшие области, черные дочки, нервшие отцу болезнь и смерть. Безобедные на вид маленькие, как и его фразы, как его не вечные мысли, додумать, которые до конца было для него самым важным на свете делом. Ни мгновения, ни отпускающие, заставляющие бессонной ночью вновь и вновь мучительно переделывать и оттачивать, крутить, как он это называл. Видно, опасно это было занятие. Публике не стало его мыслям, некуда было деваться. И они крутились, и остроточены, и так и оставались в нем, вонзаясь, оставляя после себя сожженные мосты и маленькие черные точки. Вот и все. Долгие годы на нескольких страницах. Вероятно, все было бы совсем, все было бы совсем не так. Я это и сам понимаю. Но стоит ли пытаться взыскивать правды, наводить справки и вопрошать, настоящее ли это прошлое, или не настоящее. Оно, как и в романах Волглера, всегда настоящее. Меняется с каждым теперешним мгновением. Оно всего лишь наше собственное отражение. В случайном разговоре с одной пожилой, властной, высокомерной дамой вдруг выяснилось, что она была ведущей многих концертах, в которых выступал мой отец. Тут она внезапно помягчала и с ностальгической ноткой в голосе сказала. Знаете, ребенок был совсем не такой, как другие. Вы себе представить не можете, что там за кулицами творилось. Все суетились, вычисляя, когда, за кем, перед кем он выходить. Ссорились, скандалили, пытались куда-то пролезть, с кем-то поменяться. Только один Миша просто стоял в стороне, что-то обдумывал и ожидал своего выхода. Он теперь снова в стороне. Просто ожидает своего выхода. Закончивая двумя афоризмами, один принадлежит Михаилу Гимову, великие редко бывают живыми. Второй, великому афористу Станиславу Ежелецу, первое условие для бессмертия — умереть.